Сергей Маратович, ваши итоги саммита, что с вашей точки зрения, именно с военной точки зрения происходило на саммите, как вы оцениваете вообще то, что происходило в Швейцарии в это время? Ну, знаете, все вопросы, которые рассматривались на саммите, я о ней говорил, и, в общем-то, у меня не было никаких иллюзий по поводу каких-то глобальных прорывов, но те вопросы, которые обговаривались, они так или иначе связаны, в общем-то, с войной. Это как бы ядерная безопасность, и с этим в коммунике саммита было указано, что Украина должна взять под свой контроль Запорожскую атомную станцию, в этом нет ни у кого сомнений. Точно так к тому же военному вопросу относится свобода мореплавания в акватории Черного моря, которая тоже, простите, будет обеспечиваться военными средствами, но исходя из конвенции Монтрео, те государства, которые выходят к Черному морю, это траление, потому что фарватеры засыпаны минами, причем мины ставились достаточно хаотично, с целью того, чтобы создать ситуацию террора и угроз. Ну и третий вопрос, он более связан даже с военным, чем другие, это обмен всех военнопленных, всех на всех, потому что в отличие от России, где сдача в плен считается изменной родине, в Украине, в цивилизованной стране, все прекрасно понимают, что сдача в плен это, как правило, вынужденный шаг, и мы своих пленных встречаем как героев. И возвращение всех детей. Дети это цвет нации, мы имеем полную достоверную информацию о всех военных преступниках, которые играют на этой бирже, то есть играют с судьбами детей, и безусловно сделаем все возможное, чтобы каждый из них получил по заслугам. В общем-то, таким образом мы говорим о тех пунктах, которые рассматривались, и как они связаны, в общем-то, с военным делом. Второе, это, знаете, ну специфика такого рода саммитов, так называемое прецедентное право. То есть на этом саммите пусть не все подписали Каменике, страны Большого Юга в большинстве своем не подписали, некоторые страны, такие как Индия, они подписали, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты. Но это не значит, что это произойдет на следующем саммите, не произойдет на следующем саммите. Мало того, как бы выкристаллизовалась группа тех неподписантов, с которыми есть смысл поработать. Знаете, есть такая в химии при производстве серы операция флотации, когда поднимается наверх серы, она собирается, в общем-то, определена конкретная группа стран, с которыми необходимо будет работать в том или ином направлении. Опять же, слабые, ну не то, что слабые места, а болевые точки неподписантов, это, в общем-то, в первую очередь, продовольственная безопасность. То есть, продовольственная безопасность тех стран, которые зависят от поставок зерна, от поставок продукции именно из Украины. Россия пытается перебить это направление, но мы прекрасно понимаем, что доставка из России с усложненной логистикой из Черного моря становится все более и более неприемлемой и дорогой. Поэтому Украина, как бы, имеет все возможности, проявив определенную настойчивость, добиться хороших результатов и гарантировать стабильность продовольственного обеспечения стран Большого Юга. Как страна, которая не ограничена никакими санкциями, никакими-то другими ограничениями, которая может позволить себе продавать большее, значительно большее количество продуктов, если, соответственно, свобода мудреплавания будет обеспечена. По заявлениям наших представителей власти, речь идет о поставках как минимум 60 миллионов тонн различных видов груза, которые могут транспортироваться через юзный коридор. Поэтому, сами представляете, насколько гарантированной может быть такая поддержка именно стран Большого Юга, что гарантирует в первую очередь стабильность тех политических режимов, которые существуют в тех странах. То есть они должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы получить это все здесь и сейчас. А для нас это, опять же, как это странно не звучит, но я всегда говорил, что в основе любой войны лежат три составляющие – деньги, деньги, еще раз деньги. Продажа такого объема продуктов означает дополнительное валютное поступление, что, безусловно, отразится на обороноспособности и боеготовности украинских сил оборон. Сергей Владимирович, ну вот буквально еще два слова по поводу саммита. Вот в коммунике в итоге вам было сказано о том, что Запорожская АЭС должна перейти под контроль Украины и, соответственно, под контроль международных организаций. Ну, сказали это, подписали. И что? Вот у вас есть такое представление, что Путин это все прочитает и скажет, ну да, раз так, значит, я же не знал. Вот. И передаст, передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины. Как это работает, с вашей точки зрения? Да нет, конечно, никто об этом не говорит. И опять же, я говорю о том, что результаты саммита, этого саммита, как первого такого объединения, это, в общем-то, декларативное заявление, которое состоит в прецедент. Прецедент, то есть эти вопросы уже выносятся за скобки, и они не оговариваются. Украина должна получить контроль над атомной станцией. Что касается контроля международных организаций, представители МАГАТЭ постоянно находятся на станции. То есть первый шаг уже сделан. То есть мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации, в данном временном отрезке, в этом историческом периоде Россия не готова еще рассматривать этот вопрос. Ну, в общем-то, когда создается уже, я бы сказал так, аксиматическое утверждение, кто должен контролировать станцию, соответственно, в определенный момент времени, я не говорю, что это произойдет завтра или послезавтра, но России будет предъявлено предложение о том, что по умолчанию она должна оставить станцию, то есть не использовать ее как бы в переговорном процессе. Но опять же, это такое дополнительное тестирование воли международного сообщества, которое никоим образом не желает как бы распространения и усиления ядерной угрозы для себя. То есть это очень хорошее заявление, по моему мнению, пусть оно как бы не является, как говорится, жестом прямого действия, но тем не менее оно создает определенные предпосылки на будущее. Опять же, мы не зря говорим, что на подготовку этого саммита по заявлению, в том числе президента Украины, уйдет уже не годы, а месяцы. То есть как ситуация будет развиваться, посмотрим. Я, конечно, не настолько оптимистичен. Понимаю, что Россия будет задействовать все возможные ресурсы для того, чтобы сорвать нечто подобное. Но тем не менее, в общем-то, мы увидели то, что в мире есть большая заинтересованность прекращения этого конфликта, потому что это влияет на глобальную безопасность и, в общем-то, наказание виновников. Сергей Маратович, ну вот вы говорите о том, что, ну и мы все слышали заявление президента Украины Зеленского о том, что через несколько месяцев станет возможным второй саммит. На втором саммите вроде бы, ну для того, чтобы это не был день сурка, чтобы это не было то же самое, опять все собираются, опять без России, опять все говорят о том, как должна поступать Россия. А Россия говорит, вы все сдайтесь, встаньте на колени, так сказать. После этого я готов поговорить. Значит, вот ваше ощущение, что должно произойти для того, чтобы на этом саммите имело какой-то смысл приглашать Россию и для того, чтобы Россия в лице, ну, наверное, Путина, а кто же еще, могла присутствовать и вообще вести какие-то переговоры. Ну, простите, а почему обязательно на данном этапе России его необходимо приглашать к переговорам? Есть чего целый список? Об этом все говорят, потому что иначе, если опять без России, то тогда это как бы, вот все решения вроде повисают в воздухе. Ну, и пусть повисают в воздухе, то есть мы понимаем прекрасно, что на сегодняшний день никто не говорит, что с Россией не нужно говорить. Но кто будет говорить с военным преступником, который узурпировал власть в России? То есть, безусловно, Россия должна быть на каком-то этапе стороной переговоров, потому что, в общем-то, это территория, это население, и кто-то должен представлять интересы этой территории, этого населения. Будет ли это Путин? Ну, не обязательно. Кто знает, как ситуация будет меняться. Опять же, мы с вами не утверждаем, что ровно через пять месяцев будет проведен новый саммит. Плюс мы не знаем, вернее, можем только предполагать, исходя из заявленных декларативных вопросов, которые могут рассматриваться, какие вопросы будут рассматриваться на следующем саммите. Возможно, присутствие Путина будет тоже не совсем обязательно, скажем так, а тем более вообще не будет в нем никакой необходимости. Вопросы будут рассматриваться, и опять же, я повторяюсь к тому, о чем я говорил, прецедент права, прецедент события, он будет иметь место. То есть, опять же, мы придем к такому аксиоматическому утверждению. Ну, на саммите это обговаривались, то есть оно уже обговаривание не подлежит. Знаете, это если хотите так, обкладывать волка флажками. То есть здесь флажки уже выставлены, здесь флажки выставлены. Ну и, соответственно, поле для маневра у волка, у зверя сокращается. И, в общем-то, на каком-то определенном моменте, будь то Путин или какой-то другой представитель Кремля, может быть приглашен на поля такого форума, но уже, в общем-то, в другой ипостаси и для решения совершенно других вопросов. Опять же, вы видите, что перед началом саммита Путин сделал не то, что отчаянные попытки, но, тем не менее, такая попытка случилась именно перед саммитом, когда были озвучены требования к Украине. Все прекрасно понимали, что он их будет игнорировать, но что мировое сообщество и Украина, в том числе, будет это откровенно игнорировать. И они неприемлемы, но уже сам тот факт, что такие действия произошли именно перед саммитом, говорят о многом. Кто мешал Путину сделать вброс относительно тех статей договора, которые обсуждались еще весной 22-го года в открытые источники ранее? Но это случилось именно тогда, когда они поняли, что саммит состоится при любой погоде. Сергей Маратович, что происходит сейчас на фронте? Потому что очень мало информации, ну, меньше, чем раньше. Раньше все-таки было достаточно большое количество публикаций. Ну, карты известны, они показывают, что, в общем-то, все более-менее статично. То есть сказать, что там продвижение российских войск есть, но оно не радикальное. Что происходит с Часовым Яром? Что происходит с наступлением на Харьков? Какая здесь ситуация? Игорь Александрович, я скажу так, если очень глобально, буквально в двух словах, это статичность обманчива. Вы себе не представляете то напряжение боевых действий, которое мы наблюдаем на сегодняшний момент. И то, что вы назвали, ну, скажем так, Часов Яр, да, он находится, как говорится, в высшем приоритете. Но Харьковская зона или Харьковское направление, оно не является настолько приоритетным, как, например, направление на Покровск. И там бои несут настолько ожесточенный характер, люди буквально бьются насмерть, удерживая противника, я имею в виду украинские солдаты, а противник, не считаясь, ни с какими потерями рвется вперед, что вот эта статичность, она является, знаете, очень-очень и очень внешним фактором. И эта статичность, то есть за одним этим словом, статичность действий, стоит просто колоссальное напряжение ресурсов, когда люди работают уже за пределами своих человеческих возможностей. Вот буквально за пределами человеческих возможностей, потому что то количество артиллерийских снарядов, то количество бомб, которые спраздовываются ежедневно на украинские позиции, ну, фактически исключают возможность обороны. И я, честно говоря, общаюсь с ребятами, просто диво даюсь, как они еще держатся в таких нечеловеческих условиях. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие 4-6 недель такая ситуация, в частности на Покровском направлении, будет наблюдаться. И в дальнейшем, потому что противник бросает в бой все, что можно. С наиболее боеспособной части, наиболее обеспеченные подразделения находятся именно там. Из батальона формируется штурмовая рота, бросается в бой. Из штурмовой роты, из ее остатков формируется штурмовое подразделение, бросается в бой. Поэтому сказать, как ситуация будет развиваться, поверьте мне, очень сложно. Ребята, наши ребята устали. У нас есть проблемы с обеспечением. Мы прекрасно понимаем, что в наших реалиях нужно держаться еще 4-6 недель. Противник это тоже понимает. И, в общем-то, если возвращаться уже к деталям, то по порядку. Да, есть определенные движения, которые могут указывать, что на Сумском направлении может быть какое-то отвлекающее действие, даже с каким-то вторжением на территорию области. Вполне допустимо. И, в общем-то, оно вписывается в каноны оперативного искусства. На Харьковском направлении, ну, здесь ситуация более-менее стабильная. И, мало того, мы говорим о незавидной судьбе тех российских солдат, которые попали в окружение. И я бы рекомендовал им уже сдаваться. На помощь им никто не придет. И, кстати, в этом окружении участвовал батальон «Свободная Россия». Что очень важно для нас. Понимать, что именно здесь в бой вступают те, для кого Россия дорогая, которым больно за то, что случилось с их страной. Далее мы говорим о достаточно серьезном снижении активности на Купинском направлении, хотя там противник пытается демонстрировать какие-то активные боевые действия. Но это несравнимо с тем, что происходит на Покровском направлении и на Часовьярском направлении. Хотя на Часовьярском направлении также наблюдается определенное снижение активности. Противник сосредоточил, и я об этом уже говорил, основную массу своих сил и средств именно на Покровском направлении, где идут самые тяжелые и самые напряженные бои. Цель противника очевидна. Наступая из района Очеретина на север, прорваться к трассе, я об этом уже говорил неоднократно, и там ситуация очень сложная, противник рвется вперед. На запад движение противника определяется достаточно понятной точкой, это город Покровск. Дальше мы прекрасно знаем это ворота уже на Павлоград. Наступление противника в районе Очеретина на север к автомобильной дороге Покровск-Константиновка имеет цель, как я уже говорил, перерезание этой коммуникации и создание предпосылок к тому, что одновременно с давлением со стороны Часов Яра в идеале противник думает войти в Константиновку таким образом или принудив к поспешному отступлению группировку украинских войск из Торецка или в идеале, как они мыслят, окружить и уничтожить. Движение на Карловку, как вспомогательное действие группировки, которая идет на Покровск, точно так же продолжается. Там продолжаются очень активные бои, фактически уже в самой Карловке. Южнее противника остановили, не допуская его прорыва в районе Курахова. Но мы прекрасно понимаем, почему Курахова, потому что прорыв в район Курахова будет означать, что создаться нависание над Угледарским плацдармом. Причем тут мы тоже наблюдаем просто классическую схему, когда противник пытается осуществить маневр по обходу и одновременно фронтальными атаками удержать максимум украинских войск на своем участке для того, чтобы окружить и уничтожить. Просто классика жанра, такое ощущение, что они все операции планируют под одну кальку. Мы, кстати, это прекрасно понимаем. Далее на южном направлении тут буквально выкристаллизовались отдельные участки, на которых противник решает задачу восстановления линии фронта, каковой она была на конец весны, начало лета 23-го года. Речь идет о Времевском выступе, активные действия по направлению на Великую Новоселку, речь идет о попытке срезать Работинский карман. Ну и на левом берегу Днепра, как это странно не звучит, наши отдельные штурмовые подразделения, ни о каком десанте там речи нет. Просто поймите, не было никогда речи ни о каком десанте, и эти заявления не звучали, в общем-то, странновато. Но наши маневренные подразделения отвлекают на себя достаточно значительные силы противника. Вот такова ситуация на линии фронта на сегодняшний день, на день 17 июня. И, к сожалению, я должен контактировать, что такая ситуация будет наблюдаться и дальше. Противник, еще раз, понимая, что окно возможности у него будет закрываться где-то через 4-6 недель, делает все возможное, а часто невозможное для того, чтобы атаковать в любом направлении, где он видит для себя потенциал успеха. Насколько успешными будут эти действия, посмотрим. Я подчеркиваю, очень сложная ситуация, и я откровенно могу назвать лжецом любого, который может сказать, что случится через неделю. Этого сейчас сказать никто не может, потому что очень много факторов, которые участвуют в анализе этой ситуации, и предусмотреть, как они будут развиваться, там, человеческий фактор, просто человеческая усталость может даже сработать. По интенсивности боев на этом направлении вы можете судить даже по тому количеству бомб, которые уронила российская авиация, в общем-то, на Шебекинский округ в Белгородской области. За сутки, по-моему, 5 штук. Это очень много, если рассматривать вопрос, ну, буквально 5-процентного количества. 3-5% как допустимый несанкционированный исход. Вот представьте, какое количество авиабомб, различные мощности, различные конструкции, и задача скидывается на наши подразделения, которые ведут оборону в невероятно сложных условиях. Вот такова, собственно, тактическая ситуация на сегодняшний день. Она очень-очень-очень сложная, и, в общем-то, просвета мы в этом не видим. Сергей Маратович, Вы сказали о том, что окно возможности – это 4-6 недель, именно поэтому оккупанты вот таким образом, так сказать, готовы бросать все новые-новые силы, идти на новые-новые жертвы. Чем определяется эта временная граница? Что случится через 4-6 недель? Основной фактор, который определяет эту временную границу – это начало поступления дополнительных контингентов в большем, вернее, количестве по сравнению с тем, что приходило ранее. Нужно понимать, что какое бы количество вооружения и боевой техники нам не передали, из этого вооружения и боевой техники стреляют солдаты. Можно пригнать в расположение роты танковой 10 танков, но если у тебя только два экипажа, соответственно, два танка будут воевать. Без людей стабилизировать ситуацию невозможно. И, безусловно, почему 4-6 недель? Потому что те активные меры, которые принимала украинская сторона, я могу только предполагать, насколько они были, скажем так, напряженными или, скажем так, неформальными, они привели все-таки к тому, что насыщение войск личным составом наращивается, но нужно понимать, что если мы берем отправную точку май, то целый май, июнь, июль, в общем-то, как раз 3 месяца – это необходимо на минимальную подготовку подразделений к бою. И другие, как бы, стандартные и нестандартные методы поддержки, то есть сюда и привлечение заключенных. Ну, правда, там небольшое количество, речь пока идет о 4 тысячах, но, тем не менее, такие меры принимаются, и плюс мы говорим о наращивании темпов поставок, в том числе мы говорим о поставках боеприпасов в рамках чешской инициативы наращивания поставок боеприпасов в Соединенных Штатах и других стран, которые тоненькими ручейками, которые становятся все больше и больше. Движутся в сторону фронта. Я еще раз говорю, я очень много катался в течение последних недель, видел то количество конвоев, которые движутся с запада на восток. То есть мы видим та техника, которая идет, мы говорим о тех темпах наращивания ремонта вооружения и боевой техники. Не зря же Rain Metal заявил уже об начале ремонтных работ для бронетанковой техники, которая происходит из Германии на данном предприятии, что точно так же дает некую толику дополнительного вооружения и боевой техники. Ну и в конце концов, ведь есть все-таки надежда, что мы получим какое-то, пусть небольшое, пусть полуэскадрильи, 6 штук, возможно 12 самолетов F-16, которые дадут возможность как бы высвободить другие средства для нанесения контрударов. И основной контрудар, опять же, все будет зависеть от того, какое количество и какое качество вооружения будет передано с этими самолетами, может быть нанесен по авиационной группировке противник. Ну и расширение географии нанесения ударов по объектам противника, которые находятся на территории Российской Федерации. Поверьте мне, я, может быть, как бы достаточно демонически описал желание России наступать, но в российской армии тоже есть достаточно глобальные проблемы, которые серьезно ограничивают возможность проведения активных боевых действий. И наша задача сделать эти проблемы гораздо большими для того, чтобы остановить наступление. Но это как бы объективно растягивается по времени на период еще дополнительно месяца, то и полтора. Сергей Маратович, вы уже начали разговор о западной помощи. И вот, ну, понятно, что вот такой дилетантский поверхностный взгляд, он в результате приводит к некому недоумению. Мы слышим достаточно давно уже, вот выделен 61 миллиард, вот дальше выделяется еще там какие-то деньги, какая-то помощь. Ну, про чешскую инициативу здесь все понятно, здесь все прозрачно, здесь вот все вроде как, все вроде бы как уже начало идти. Но F-16, в общем-то, обещали к началу лета. Насколько я понимаю, пока, то есть, есть они или нет, тоже вопрос. Значит, какие-то гигантские суммы и гигантская помощь обещает Столтенберг. Вот, я понимаю, вы частично ответили на этот вопрос, вы говорили о том, что идут с запада, идут техники, идут эшелоны. Насколько все-таки, вот у вас такое ощущение, есть ли у вас ощущение, что эта техника может, и вот эта помощь может привести к какому-то перелому на фронте? Насколько это количество может перейти в качество войны? Ну, вы знаете, скажу откровенно, от того количества техники, которая будет поступать и которая начала поступление и перемещение на территорию Украины для потребностей войск, ну, будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя. Потому что, давайте не забывать, просадка была, начиная фактически с ноября и практически до мая месяца. То есть, тогда, когда поставки были минимальными, и мы за это заплатили очень дорогую цену. Речь идет о людях, речь идет о вооружении и боевой технике, речь идет о ресурсном обеспечении. Сейчас только начинается наращивание, и, в общем-то, не зря этот год с самого начала рассматривался как год стратегической обороны. Поэтому в последнем выступлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины прозвучало две задачи, которые ставятся перед силами обороны на этот год. А именно, стабилизация линии фронта и расширение географии нанесения ударов по объектам противника на территории Российской Федерации. Я, опять же, вы помните мои осторожные заявления в прошлом году, когда я с так называемым сдержанным оптимизмом говорил о возможности прорыва и подчеркивал при этом, что Украина наступает в абсолютно невероятных условиях, когда не выполняется ни одно из требований, предписанных наставлением по оперативной подготовке. Нет превосходства над противником, нет превосходства в воздухе, есть проблемы с продвижением маневренности и так далее и тому подобное. Уроки выучены. И мы прекрасно понимаем, что от поставок вооружения и боевой техники, от всеобъемлющего обеспечения потребностей войск будет зависеть уже судьба операции. В идеале, если говорить именно по положению на 17 июня 2024 года, в идеале какие-то изменения могут наступить не ранее весны следующего года, я имею в виду изменения со стороны Украины. Когда можно предположить создание достаточно мощной ударной воздушной группировки, насыщение боевых порядков украинских войск, с достаточным количеством вооружения и боевой техники и боеприпасами, ну и достаточный уровень готовности солдат и офицеров для того, чтобы проводить такие наступательные операции. Но не ранее весны 25-го, я бы сказал, начало лета 25-го года, исходя из того, что мы имели в 23-м году. Таковы реалии войны, и, к сожалению, фактор времени является таким же оружием, как и все остальное, и его тоже нужно учитывать в этих всех расчетах. Поэтому ситуация, еще раз, достаточно сложная. Мы говорим сразу, что никакой глобальной катастрофы не будет, и, скажем так, от умения командиров распоряжаться теми объемами, которые поступили на снабжение украинской армии, того личного состава, который поступает, будет зависеть, в общем-то, судьба уже даже летней кампании следующего года. Почеркну еще раз, глобальных каких-то переломов в этой войне в этом году не наступит. Скорее всего, линия фронта будет ненамного отличаться от того, что мы имеем на сегодняшний день. Сергей Мураш, спасибо вам за реализм, за то, что вы достаточно точно определяете. Ну и, как обычно, в наших беседах я просил бы вас завершить наш разговор ответом на те вопросы, которые я не задал. Ну, знаете, в общем-то, у меня есть, ну, если из очень личного, я понимаю, что это эмоционально, я сегодня случайно увидел ролик о том, как проходит курортный сезон в моем любимом Судаке, ну, что добавило, как бы, мне негативных эмоций, но речь не о том. Это также говорит о том, насколько Украина последовательно, эпидантично решает вопрос Крыма. Я хотел бы обратить внимание, что мы можем с вами говорить об успехе или неуспехе каких-либо компаний, критическом переломе и так далее, но для меня абсолютно очевидно, как, в общем-то, и для большинства моих коллег и командиров, что с решением крымского вопроса, в общем-то, будет решена судьба этой войны. Это то, что нужно понимать, то, что нужно знать на сегодняшний момент. И именно поэтому Украина последовательно и методично проводит работу по расчистке, как говорится, поля деятельности для авиации и для других ударных средств на территории Крыма. Именно поэтому противник перемещает туда комплексы С-500, которые по задумке своей и по потенциалу являются достаточно эффективным средством борьбы, но они несколько сыроваты для того, чтобы быть использованы. Украина продолжает наращивать свои средства вооруженной борьбы для того, чтобы наносить более эффективные удары. И на сегодняшний день те беспилотники планерного типа, которые имеются на вооружении Украины, кстати, если я не ошибаюсь, в общем, мы говорим о 10 основных типах таких стратегических беспилотников, которые использует Украина, что гораздо больше, чем Российская Федерация, потому что у нас уже третий год набивающий оскомину. Шахеды звучат под разными ипостасями. Шахед, герань, герань, шахед, то есть без изменения. Украина имеет в своем распоряжении беспилотники, которые могут наносить удары на расстояние в 2000 километров, доставляя боеприпасы массой в 150 килограмм. То есть мы прекрасно понимаем, что чем глубже в глубину территории Российской Федерации будут проникать эти дроны, тем менее эффективной там будет система противовоздушной обороны. То есть противник должен понимать, что у него остается все меньше и меньше возможностей для того, чтобы продолжать эту войну. И еще такое замечание, знаете, когда нам говорят о том, что Россия наращивает производство, то из 1681 танка, который поступил на вооружение российской армии, 181 танк, по сути своей, является новосозданными машинами. 1500 машин – это, в общем-то, машины, которые были восстановлены. Кстати, знаете, очень интересное наблюдение, потому что говорят, иногда задают вопросы, а почему украинская армия уничтожает технику десятками единиц по батальону в день или по взводу танковому, десятками артиллерийских систем. Нужно понимать, что значительная часть любого боевого потенциала, как с украинской, так и с российской стороны, восстанавливается. Поэтому, как это дивно не звучит, но один танк может в статистике звучать 4, 5, 6, а то и 8 раз. В зависимости от средств повреждения, поэтому, друзья мои, нет никакого, как говорится, никакой нестыковки и дисбаланса в том, что заявляет Украина, и какое количество вооружения и боевой техники имеется. Ну и третий вопрос, знаете, говоря о мощи российской армии, нужно сказать так, что российский ВПК войну такой интенсивности не вытягивает. И боюсь как бы показаться вангой, но то, что мы видим на Харьковском направлении, может свидетельствовать о том, что какое-то время наши друзья в странах Балтии, в Польше, они получают передышку, которая гарантирует ненаступление российской армии на этом направлении. На Харьковское направление поступают танки из Дальнего Востока Т-62 без активной защиты, что говорит об отчаянном положении, что говорит о серьезных проблемах российского ВПК. Подчеркиваю еще раз, то есть здесь нет никакой контроверсии, никакой контроверсии, потому что тот потенциал, который ВПК имеет, позволяет им производить большое количество танков. Ну даже если мы говорим о той заявленной цифре, то если поделить на 90, ну это как минимум или не 200 танковых полков. Немножко меньше, но это очень серьезная сумма, и по сравнению с Великобританией, у которой согласно открытых источников, всего-навсего 166 танков, эта сумма очень и очень впечатляющая. Но тем не менее мы видим то, что мы видим. Что касается российских ракет, да, Россия может производить в месяц до 80 ракет, но я не зря приводил пример с боеприпасами, которые падают на территорию Белгородской области, хотя вы помните, что мемом был «Пора бомбить Воронеж», но как бы в этом случае именно Белгородчина стала жертвой, ну наверное потому, что это все-таки украинская территория, по большому счету. А то речь идет о том, что системные проблемы военно-промышленного комплекса не позволяют как бы в разы нарастить выпуск боеприпасов и вооружения. Россия может на сегодняшний день в месяц произвести, ну по объективным данным, порядка 80, максимум 90 ракет. И очень большая часть этих ракет, и я это согласовал с коллегами, которые как бы специально задавал вопросы, которые исследуют остатки этих ракет или сбитые ракеты, очень большая часть этих ракет импортная. Даже элементы корпуса почему-то бывают импортные. Говорит ли это о том, что Россия в ближайшей перспективе схлопнется? Нет никак. Она имеет возможность введения боевых действий даже в этих условиях. Но как бы говорить о качественном прорыве в вооружении и боевой технике не приходится. Сергей Морайович, спасибо большое за ваш анализ. Берегите себя. И увидимся через неделю. Благодарю вас. Всего вам доброго. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...